Уважаемые коллеги, добрый день. Хотел рассказать о том, как я делал дела в компании. Давно не выступал публично, особенно после тех событий, что были на протяжении марта, апреля, мая. Рынок недвижимости, на мой взгляд, столкнулся с серьезным вызовом. Резкое сокращение спроса, наоборот, увеличение предложения. Я думаю, в этой сфере многие оказались не готовы к этому. Это нормальная ситуация. Невозможно быть готовым к тому, что рынок раз и падает в три раза. Это объективно так. Тем не менее, хотел всех поблагодарить за слаженную работу в компании «Этажи». Мы вместе прошли этот сложный период, на мой взгляд, просто на 5+. Потому что те результаты, которые мы показали, те новые подходы в работе, которые мы внедрили, то наше внутреннее психологическое состояние, которое удалось быстро стабилизировать, улучшить, это очень важно. Что мы сейчас видим? Могу полностью констатировать тот факт, что кризис в сфере недвижимости преодолен. Объемы вернулись, скажем так, более-менее нормальным уровнем. Да, мы еще не вернулись к суперрезультатам, но в целом это уже вполне понятные рабочие режимы. Как и на самом рынке, так и в компании «Этажи». Май месяц у нас был убыточен, безусловно, это правда. Но в итоге, как мы посчитали, убытки оказались не такие большие, как мы думали. То есть суммарно вся сеть вместе с нашими франчайзер-партнерами, мы там изначально оценивали цифры убытков ближе к 100 миллионам. По факту это получилось меньше 100. Это хорошие цифры. Более того, июнь мы рассчитываем уже сработать близко к нулю. Это круто, если откровенно. А с июля мы уже стабильно выйдем на положительный результат. И надеемся, где-то начиная с августа, уже иметь хороший, стабильно высокий результат. Это важно. Важно, что нам удалось сохранить положительный настрой. Мы не сокращали инвестиции в IT, ни на копейки. Мы, наоборот, продолжали наим талантливых программистов, аналитиков, бизнес-аналитиков. Именно в IT нашей дочке. И благодаря этому создали еще много интересных продуктов. И я думаю, дальше будем сохранять высокую конкурентоспособность в отрасли. Следующий момент. Мы продолжали открытие новых городов. Мы успешно как внутри России, так и в соседних странах открывались. В частности, естественно, только в дружественных. Наоборот, к сожалению, да, мы вынуждены были закрыть бизнес в некоторых недружественных странах. Я считаю, что это нормальный процесс. Работать было там, откровенно говоря, невозможно. Следующий момент. Мы в ближайшее время официально уже откроемся в Дубаях. Это тоже серьезный шаг для нашей компании, на мой взгляд. Мы открываемся в Азербайджане, некоторых других странах бывшего СНГ. То есть это все-таки правильные моменты. Которые говорят о том, что мы верим в систему, уверены в будущем, все хорошо. Были и проблемности. Надо сказать, что количество риелторов, бизнес-партнеров, которые с нами работало, вот в эти три месяца не увеличилось. До этого мы всегда росли. Здесь в эти три месяца впервые за долгие годы оно просто было стабильно. Количество. Но на сегодня мы опять видим положительный тренд. Людям опять интересна недвижимость. Все понимают, что сфера фактически одна из немногих, которая, я уверен, будет на очень хорошем счету в ближайшие 5-10 лет. Это на сегодня очевидно. Тут большое спасибо, наверное, Минстрою, который активно поддерживает, заявляет. Слышали все заявления, что и рынок вторичного жилья необходимо субсидировать или смотреть как-то по ипотечной ставке. Я думаю, что этот потенциал будет. Также нам помогло это снижение цен. Оно уже было в мае. Мы это видели почти на 2%. И июнь тоже будет отрицательным. То есть, на мой взгляд, где-то примерно в 1-2% цены будут падать в ближайшее время. Цены реальных сделок, конечно. Становится больше квартир. В июне месяце мы видим, как рынок активно переходит во вторичное жилье. То есть ставки по вторичке то ли дело это 20%, то ли дело сейчас 10%. 10% это вполне рабочая ставка, когда клиент одно время, вы знаете, доля заявок по новостройкам доходила до 65%. Вот сейчас она вернулась там стандартно 30-35% и я думаю, дальше будет падать. Рынок вторички возвращается, загородка вообще в ударе. То есть загородка, на мой взгляд, вообще вытащила там риелторский бизнес. И дальше тренд будет набирать обороты. Что еще хочется сказать? Мы видим, как меняется сама отрасль. Она не то чтобы уходит в онлайн. Онлайн становится важным элементом оффлайновой работы. И лидерство будет за гибридными моделями, которые сильны и в онлайне, и в оффлайне. Я вижу, как, мне кажется, наша компания может стать этой системой. Вот мы очень хотели поблагодарить и наших партнеров-агрегаторов, и ЦАН, и Авито, и Домклик, и УА, и Яндекс. Слушайте, все очень положительно к нам подошли в этот период, снизили цены, сделали там сверхпредложения такие опционные, скажем так. Тщательно мы разговаривали о цене контакта, шли на встречу, хотел поблагодарить. Хотел поблагодарить застройщиков, которые в этот сложный период, наоборот, нас поддержали. Мы сделали очень много совместных программ. То есть, я думаю, это не оценим, мы это тоже не забудем. Вот на сегодня, когда фактически кризис недвижимости заканчивается, наверное, уже закончился, мы вернулись к обычной жизни. Хотел всем пожелать вот в этой уже новой такой экономике в нашей сфере более эффективной работы, слаженной такой, хорошей трудоспособности, настроя всем. И я думаю, что сейчас перед отраслью и компанией ТЖ открываются самые замечательные перспективы. Вот мы нацелены на взятие новых вершин. Я считаю, что в нашей компании и у всех, кто себя ассоциирует с ней, очень сильный внутренний ген, правильные ценности. И мы это все будем сохранять и приумножать. Поэтому большое спасибо за то, что сложный период мы прошли. Впереди уже интересное, хорошее рабочее время новых совершений и новых, может быть, открытий. А что гораздо важнее, уже более спокойной работы в хорошем рынке. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.